мы нищие и многих обогащаем это наша власть мы нищими себя называем не потому что у нас ничего нет а потому что мы сделали дистанцию мы отрешились мы сказали да это все ерунда управление номер один ты поставлен на управление поставлен как сын на которому поставили печать на лбу раздавать хлеб жизни это сын который не говорит да мне козленка сын который раздает этих козлят назначает урочное служанкам меру хлеба выделяет мне не нужен миллион долларов мне нужно миллион возможностей процветания не здесь процветание я хочу чтобы ты знал единственная цель у отца в твоем процветании явить избрание здравствуйте дорогие друзья миллионеры миллиардеры владыки владыки и цари сыны божьи я приветствую вас дорогие помазанники и у нас продолжается потрясающе наш созерцательный забег наше путешествие наше погружение курс многогранного процветания меч соломона дорогие друзья меня восторгает то что делает отец я слышу много свидетельств я вижу много вдохновения я вижу много просвещения и друзья мои я вижу золото золото на вас как на владельцах по абсолютных нет не то что даже это момент какой то что мы что-то отнимаем полноправных владельцев всего финансового мира на этой земле и на небе все золото ваше скажи все золото мое прошлый урок у нас был о помазание и держите постоянно в фокусе помазания друзья мои чувствуете его кушайте его переживайте все лучшее что вы знаете о помазание всегда приводите на ум друзья мои в каких бы откровениях я не витал сердце вине все в сердце вине всего этого находится благоухающий пучок мира называемый помазанием помните в песне песне есть такой момент когда возлюбленная говорит что мой возлюбленный как пучок мира у грудь на у грудей моих это дух это прообраз духа когда внутри тебя прямо вот здесь находится распространяющий благоухание мировый пучок это помазание она всегда дает о себе знать его нельзя скрыть куда бы ты ни пришел это благоухание распространяется она веет богатством она веет мудростью она веет силой уверенностью ну в общем все то что вы видите во мне друзья скажи это все то что люди видят во мне вы понимаете что когда я вас посылаю тренироваться на людях мне что же на ком-то надо тренироваться поэтому я тренируюсь на вас я говорю как я как у меня то что вы видите во мне и кто-то может назвать это не скромным но так поступал апостол павел так поступал иисус из назарета апостол павел вообще заявлял такие вещи он говорит вы видели как свято как праведно мы поступали будучи у вас я иногда читал это думаю павел скромнее надо быть но дело не в этом дело в том что этот тест это это найти как позиция поэтому не стесняйтесь нас еще часто будут обвинять в не скромности и пусть обвиняют мы сегодня не собираемся быть скромными как от нас ждут потому что скромность которая от нас ожидают это сеть достаточно в этой сети мы на на пребывали в религии в каких-то своих работах общественных там началах и прочее долой все это сегодня мы не скромные сыны помазанные быть богом и так друзья помазание скажи со мной помазание сейчас тренинг наш переходит в новое качество когда вы берете и становитесь ногами на золото на деньги теперь говорите может кто-то уже это говорил после темы о помазании начинайте говорить помазание моя прибыль это наше выражение которое мы озвучивали не раз но теперь делайте тренинг с этим выражением что будет происходить вашем нейродизайне в голове мозг начнет привыкать к тому что именно этот мировый пучок дух благоухание является источником привлечения всякого преуспевания это вы можете видеть евангелие когда читаете об иисусе то есть он вообще не заботился ни о чем но то что исходило из него привлекало могущественные финансы в его жизнь просто могущественные люди которые жили при дворе знатные разные они служили ему своими деньгами приносили просто и он назначил специального человека может и не назначал человек сам нашелся всегда найдется желающий носить за тобой твой ящик чтобы красить из него это нормально у нас такие люди тоже были и также вы видите это было с апостолами когда это силища пошла это помазание дух излился люди просто к ногам приносили в доверии что они поступят правильно с деньгами приносили в их служение это просто несметные деньги там были такие деньги друзья мои что апостол павел тоже ходил по азии и один из моментов когда он на хотел отправлять пожертвования нищим апостолом в иерусалим он даже говорил такие вещи что такое обилие пожертвований то есть такое обилие приношений что мне нужен был специальный человек который бы присматривал за этим чтобы у меня там не обвинили что я что-то там беру или еще что-то да и то есть вы видите везде где проявляется помазание возникает ответная реакция этого мира этой земли она начинает наделять себя своими благами и кто-то скажет так это пожертвование там апостолом в иерусалим поверьте павлу доставалось вы можете это читать он говорит я научился жить в изобилии и кто-то может сказать что в скудости больше надо учиться же и друзья мои в изобилии учиться жить это такая же наука еще сложнее чем жить в нищете потому что нищета не оставляет тебе шансов она заставляет тебя учиться в ней жить скудость а изобилие она как бы не заставляет тебя тебя нет необходимости выкручиваться приспосабливаться она как бы может тебя просто придавить и и в этом нужно оставаться таким как ты им ну начинал поэтому в изобилии тоже нужно учиться жить к чему я это говорю что павел если он учился жить в изобилии то изобилия не было что ему один раз дали денег были целые огромные периоды когда он не ну в буквальном смысле слова изобилие можете себе представить из уст апостола павла слова изобилия тот который был на третьем небе там как он описывает имел откровения толпы в одиночку азию покорял что такое из его уст было слово изобилие поверьте точно так как и скудость из уст апостола павла это это жестко поэтому были целые годы когда павел жил просто как в раю это финансовый рай не надо делать из павла какого-то мученика страдальца который всю жизнь там на хлебе и воде сидел нет он сказал изобилие я я умел жить я научился то есть на одной подачке ты не научишься жить в изобилии то есть это означает что прилив финансов его жизни был такой же ему приходилось учиться с этим жить подумайте об этом то есть надо уметь видеть в этих строках что слова учился жать и промелькнула но когда ты вдумаешься учился учился это процесс и чтобы учиться жить в изобилии повторюсь это нужны годы научиться жить с с хорошим приходом за два дня не научишься за неделю не на вы за месяц не и за год не научишься жить в изобилии поверьте и вот друзья мои помазание приводит нас к следующей нашей сегодняшней теме которая в кон мы обязательно будем молиться сегодня за ваш разум я даже помолюсь сейчас в начале когда объявлю это но я вам хочу напомнить значит наша тема сегодня это чудесное состояние ума я буду говорить на на тему то есть высвобождать помазание чтобы ваш разум сознание постоянно находились в состоянии восприятия божественной силы и природы то есть говоря простыми словами вам нужно быть постоянно нас антенна разума должна быть настроена на чудесные вещи мы называем их сверхъестественными ну правильнее будет назвать их божественные небесные проявления силы финансов ну в мы еще по старинке по привычке называем это чудесами сверхъестественными проявлениями это тоже нормально прежде чем я это буду сейчас высвобождать и молиться за вас я напомню что у нас продолжается гаваон это ночь соломона это потрясающая ночь соломона которая была в размышлениях в диалоге у я только говорю об этом и я чувствую как по мне стекает прямо огонь эти диал этот диалог с отцом осознание того кто я помните отрок малый не знающий то есть происходит обнуление и это всегда так мы говорили о том что помазан соломон был до этой ночи доживет царь соломон доживет царь иван доживет царь андрей небеса тебе это провозгласили помазание на тебя излилось почему было не сразу пойти и судить править и так далее нужно осознать свое помазание нужно уметь владеть духом знаете мы когда говорим фразу владеть своим духом мы имеем ввиду самообладание но в этой фразе заключается не только самообладание в этой фразе заключается управление данным тебе помазанием владения духом как как вот написано духе пророческие повинуются пророком точно так и здесь помазание которое тебе дано она подчиняется когда ты знаешь кто ты ты можешь им пользоваться скажу вам по секрету там мое самое любимое занятие заставлять свое помазание двигаться в мою пользу то есть делать так чтобы я расширялся процветал чтобы она у меня в служении двигалась по сути это самое главное то чему павел учил тимофея горит возгревай свой дар бери свое помазание учись его нагревать так чтобы она работала ну по сути дела говорят и вот эта ночь друзья мои ночь соломона диалог жертва да то есть когда вот мы говорили что он родил буквально в эту новую заповедь в гаваоне заповедь купи премудрость ему нужна была премудрость и он готов был отдавать он демонстрировал ну знаете как всей вселенной жертвы не что мне нужна мудрость править и это работало как пророческое действие как его заявление прямо в дух и мы это делаем все кто подошел к этому серьезно молодцы просто а некоторых реально радуется сердце я говорю вам духом божьим если в этом вопросе невозможно переборщить ты посмотришь я тебе говорю ты посмотришь как это работает говорю как тот у кого в жизни это сработало вы слышали мое свидетельство и приближается утро на престоле наш праздник он уже будет начать следующую нашу встречу я напоминаю что в следующую нашу встречу я буду высвобождать транслировать буквально созерцательно тебя вводить в этот радикальный диалог с отцом этот диалог будет совершаться в такой комнате я образно говорю в таком измерении в таком контексте духа который я бы назвал так проси что дать тебе я я ощущаю прямо что некоторые из вас большинство из вас кто подходит ко всему как делатель серьезно вы окажетесь в состоянии возможно в первый раз в жизни когда так сильно вы будете чувствовать вопрос отца вот этот проси что дать тебе это просто узнать и переломный момент всей твоей жизни чудесный почему мы сегодня будем говорить о чудесном состоянии ума чудесный момент твоей жизни чудесное начало твоей новой земли твоего нового престола я сейчас говорю в контексте преуспевания правления и конечно процветания поэтому мы готовимся сегодня тема которая подготовит вас к этой молитве я чувствую такой прямо золотой дух на себе вот знаете как огонь только золотой я прямо вижу себя сейчас в этом огне я просто передаю тебе это я хочу чтобы ты загорелся этим золотым помазанием царским таким золотым сиянием и и это будет у нас на следующей встрече это будет оканате погружение такая молитва созерцательная когда тебе нужно будет конкретно увидеться с отцом но не просто с отцом а с отцом правителем с владыкой который способен наделять тебя или как правильно сказать открыть в тебе свою природу владычество открыть в тебе свою природу правления это мощно это возвращает нас к одной из тем из курса ходатайства когда я говорил почему мы по-разному называем бога иногда мы его чаще всего мы конечно его называем отцом если ты такой как я тут и называешь бога отцом но когда тебе нужно говорить с ним например а власти мы называем имя вы знаете что имя это в невидимом мире это все да и видимом тоже это все поэтому когда мне нужно власть помните мы поднимаем врата ну в верх и врат и говорим войди царь славы зачем отца называем царем слова почему сказать папочка входи но войдет папочка ты тут же ощутишь домашнюю атмосферу любовь благоволение ты все это ощутишь но если ты хочешь ощуть ощутить царскую славу тебе нужно назвать отца по имени царь славы вау правда точно так когда мы говорим о правлении тебе нужно назвать отца владыка поэтому когда апостолы молились помните во время гонений они написано единодушного звали владыка божия чем это закончилось земля содрогнулась и написано и они говорили слово божие с дерзновением и великие чудеса совершались знаете великие чудеса друзья мои они не совершаются именем папочки они совершаются именем владыки неба и земли поэтому если ты для тебя то что я говорю сейчас эта новость тебе нужно смотреть ходатайственный курс и поэтому в наша встреча с отцом в этом контексте след в следующем уроке она будет как со встречи как с правителем буквально это будет владычество на твоих раменах погоны он будет обнаруживать он будет говорить с тобой он будет высвобождать что-то в твою жизнь о чем ты будешь потом праздновать мы сделаем праздник обязательно вооружись этим обязательно я буду тебя вести в этом ты не будешь в этом один но приготовься к этой встрече будь в трепете когда ты будешь смотреть следующее нашего урок будь в трепете написано пришел бог к соломону ночью во сне в том состоянии когда соломон не суетился когда он был полностью податлив тебе нужно вот это трепете быть податливым он находился в состоянии ожидания вот подумайте жертва принесена как бы продемонстрировано пророческий акт деньги не что мудрость мне нужна мудрость отец подходит к нему знаете входит его сон будет его да как во сне дух его пробуждает и говорит я увидел все я все увидел что ты сделал проси что тебе дать и вы знаете что как вы думаете бог знал что соломон попросит или нет конечно знал именно поэтому он и пришел если бы он не знал или как бы видел что-то другое то скорее всего он бы отложил эту встречу он бы ждал пока соломон созреет просить правильные вещи он знал что соломоне не попросит ни душ врагов не золото ничего он знал это именно поэтому пришел и обозначил за то что ты не настроился просить это а искал правление то есть соломон не спонтанно вас не сказал это он готовился он понимал что мне надо вот это поэтому приготовься что ты там будешь просить у отца и не продешеве халилю давайте немножечко сейчас я хочу высвободить помазания на разум чтобы чудесное состояние ума но охватила тебя я чувствую на себе очень очень сильно жирная прямо такое помазание сознание любит этот жир этот туг мы находимся в посте преуспевания чудесном помните что надо в посте в посте главное веселое состояние это состояние прибыли и елей на разуме иисус говорит умой лицо твое чтобы не казаться унылым и помажь голову твою вот это то о чем я вас учу торжество и помазание на голове и помазание на голове оно сделает тебя и самое главное еще значит помазание на разуме помазание на разуме никакого уныния и третий пункт для всех процветающих никто никогда не должен знать есть у тебя деньги или нет написано до что никто не должен знать что ты не ел в посте не кажись унылым смысл этого веселого лица никто не должен заметить о наверное ему тяжело он наверное в посте они о какой божий человек верующие сплошняком такие они хотят что все видели какие они духовные я в нищете она поверьте я молюсь и все таки вы давай ему денег скинемся давай он-то молится бедняга не ел три дня там наверное так хочет это все труба друзья мы религия гнилая гадкая негодная ни к чему это не манна манна всегда является сокровенной это означает никто не должен знать из чего ты живешь питаешься это не значит что нужно скрывать это означает что даже если тебя беспокоит твои финансы будь помазанным будь веселым и никому не транслируй свои нужды единственное кому можно транслировать что называется открывать свои нужды пока ты еще на пути к этому это ходатаем но не с целью чтобы ходатай тебе дали денег а поддержали тебя войти в это состояние ходатаем иногда мне но очень редко ой какие вы классные друзья давайте помолимся отец я благодарю тебя благодарю тебя за этот ковчег который мы носим на своих плечах золотой ковчег золотой ковчег содержащий в себе только нетление содержащий в себе нетление силу воскресения наш разум ничего не убивает он все животворит содержащий в себе только торжество только праздничный веселый радостный дух и елей на разуме положи сейчас руку себе на голову сейчас ты почувствуешь как будто бы твоя голова внутри наполняется маслом не наполняется покрывается хорошее состояние как будто мозги становятся такими маслянистыми это абсолютно реально субстанция святого духа что следующее у тебя проявится у тебя возможно пожирнеют губы физически как у меня сейчас следующее что может с тобой произойти у тебя глаза нальются масляным светом можешь потом пойти на себя в зеркало посмотреть вот так посмотришь они как будто сияют таким маслянистым оттенком ярким таким постоянно это вижу в зеркале такие глаза смотреть можно бесконечно и так давай еще раз положи руки на свой разум и скажи я принимаю елей преуспевания в этом посте многогранного процветания на свой разум теперь возьми давайте прямо физически это сделаем умой лицо свое ты вложил сейчас руки на голову и у тебя на них помазание теперь умывай свое лицо этим помазанием и это должно быть примерно вот так вот так то есть ваша ваша извиняюсь физиономия должна изменить изменить свое состояние кто-то может смотрит и думать чем он занимается вообще друзья мои будьте делать это написано умой свое лицо но речь же идет не о том чтобы тебе водой помыть лицо он горит не будьте унылы чем это таким помыть свое лицо чтобы она изображала вместо умения торжество помазанием если ты веришь что стези твои сначала тук вот как жирнеют прямо руки или ты чувствуешь силу в своих руках умывай ими лицо свое и говори никто не будет знать что у меня нет денег потому что у меня есть деньги процветание здесь халилюя потрясающе вы красавчики настоящие делатели готовы послушать не чувствую еще не готова давайте еще раз это сделаем ваши руки источающие тук помажьте голову или скажите я принимаю или преуспевания на свой разум на свое сознание похвалите свою голову скажите золотая моя голова вот здесь путевка в жизнь вот здесь процветание вот здесь сияние и слава вот отсюда при вот отсюда идет богатство и слава в левую руку вот отсюда идет не тление в правую руку халилюя вот скажи весело стало амэн и так друзья мои есть у нас в мышлении еще пока она наблюдается я сам постоянно обновляюсь в этом есть такая проблемка называется она не заряженность на чудеса и скажу в чем это выражается это должно превратиться вот друзья мои зажирность на чудеса должно превратиться в повседневное мышление римлянам первая глава говорит что творение оно является поставщиком видение вечной силы и божества то есть творение оно предназначено то есть творение и не первично творец первичен но творение поставляет тебе постоянно трансляцию о вечной, даже не о, а вечную силу и божество. Вот творение есть явление вечной силы и божества. Кто-то скажет, да мы это уже проходили. Друзья мои, нет. На практике все выглядит по-другому. На практике у вас все еще есть вещи естественные, а есть сверхъестественные у многих. На самом деле все является так называемым сверхъестественным. Поэтому и сказано, что через рассматривание творений вечная сила и божество видимы. Что можно такое рассматривать, чтобы увидеть вечную силу и божество? Творение. И таким образом то, что ты считаешь естественным, несет на себе сверхъестественную информацию. Халилюя. Надеюсь это понятно. Наше мышление не связывает видимые естественные вещи с их сверхъестественным происхождением. Еще раз. Видимые вещи, которые мы видим повседневно, не связывают в ущербном мышлении, не связывают видимые вещи со сверхъестественным происхождением. Вы называете землю естественной. Но на самом деле земля сверхъестественная. Сейчас мы к этому вернемся. Давайте сначала к Соломону. Соломон считал свое происхождение сверхъестественным. Разве? Конечно. Когда он говорил о своем отце, он говорил Богу такие слова. Ты поднял моего отца. Ты сделал его царем. Ты. Знаете, он не рассматривал в этом фортуну, какую-то там удачу, какую-то просто житейскую штуку. Так случилось. Нет. Он конкретно видел в своем происхождении сверхъестественное вмешательство всемогущего Бога. То есть он не считал, что он в этом положении оказался знаете как, по воле ветра земного. Нет. Он конкретно говорил, вот сверхъестественно ты поднял моего отца. Сверхъестественно он там собрал все земли. Сверхъестественно ля-ля-ля-ля-ля на престоле. Сверхъестественно я оказался в той точке, в которой сейчас нахожусь. Еще один пример про деньги. Павел считал, что все бабки, которые приходят к нему, деньги, сверхъестественные. Разве? Конечно. Он говорит фразу. Велико ли то, если я, посеяв в вас духовное, а духовное это как минимум сверхъестественное, пожал от вас телесное. Что эти слова Павел? Павла означают. Я когда-то говорил. Эти слова Павла означают, что деньги, которые вы мне даете, это мое помазание, которое материализовалось для меня. Подумайте над этим. Подумайте над этим. Еще раз я говорю. Он буквально говорит, сверхъестественное помазание, которое я вам дал, он говорит, жатва. В чем? Сеяние и жатва. То есть это то, что я отважну, это помазание, которое как сеяние и жатва пришло в виде денег. Это мышление Павла помогало ему, друзья мои, ходить в огромных чудесах. Он не считал, что чудо это вырванное из общего ритма естественной жизни вмешательство. Нет. Это тот Павел, который говорил, что за всем естественным стоит вечная сила и божество. Может один Павел такой был? Нет. Апостол Иаков говорит, 1,16 Иакова. Не обманывайтесь, братья мои, возлюбленные. Всякое, скажи со мной. Всякое, всякое, любое. Даяние доброе. То есть все хорошее, что происходит с тобой. И всякий дар совершенный. Нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены. Здесь вот эти вот две-три строчки. Это революция, друзья мои. Во-первых, он говорит, все хорошее, что приходит в твою жизнь, за этим стоит вечная сила и божество Отца. Конкретно здесь называют от Отца. От Отца Светов. Иными словами, от Отца всех измерений. Ладно, это отдельная тема. Ну, короче, в этой строчке, друзья мои, тут целая Библия. Во-вторых, он говорит, даяние доброе. Как минимум, эта фраза означает, что зло не исходит от Бога. То есть, что бы ни пришло плохое в твою жизнь, это не от Бога. Вот тебе нужно верить, как Давид говорит, не поколеблюсь в благости твоей. Он говорит, не обманусь. Иаков говорит, не обманывайтесь. Доброе, только доброе приходит от Бога. Я не знаю, куда смотрит религия, которая говорит, что зло тоже от Бога приходит. Ну, ладно. И здесь написано, что это не изменится. Знаешь, вот бывает такое там, ну, для всех Бог добрый, но не для меня. Нет. Он говорит, изменений, тени даже нет. Тени. Вау, как мне это нравится. Скажи со мной, отец, такой отец. И здесь, друзья мои, главная мысль, которую я хочу здесь увидеть вместе с вами, это то, что за всем даянием добрым стоит вечная сила и божество. В этом Иаков и Павел пересекаются. По сути дела говоря, он говорит, все естественное, хорошее, что есть у вас, произошло сверхъестественным образом от Отца. Ничего. Как вот, знаете, я иногда читаю, банк там случайно списал кредит или там попали просто под государственную программу, причем здесь Бог. Да вы что, друзья мои, всякое даяние доброе исходит от Бога. И этим-то Сын Божий отличается от всех остальных, потому что он мыслит вот так. Это отец. Кто-то скажет, так а вон им тоже списали, но они в отца не верят. Так разница между вами и заключается в восприятии. Не в том, что отец для них не будет делать, а для вас он делает. Но они это игнорят, и поэтому они не могут жить, что с этого польза мне. Давайте вот рассудим. Солнце светит для всех одинаково. Бог делает для всех даяние доброе, злым и добрым, праведным и неправедным. А в чем тогда разница между праведным и неправедным? Вот. Разница в управлении. Потому что когда грешнику приходит, он говорит, случайно фартануло. Путин что-то там подписал, и вот мы теперь. То есть какой Путин, друзья мои, отец света дал тебе это. Если надо, он нагнет и Путина, и кого угодно. Нагнет любого президента. Любого, чтобы он подписал ради избранных то, что нужно тебе. Использует кого угодно. Осла, президента, использует... Ну, вы понимаете. И вот смотрите. Никакой политики, друзья. Это просто образ. И, друзья мои, лучше увидеть в естественном, сверхъестественное, божественное силу. Вечную силу и божество. Чем в естественном увидеть сверхъестественное, это навык, который развивал в себе Павел, Иаков. Иисус вообще ходил в этом совершенно, да. Они развивали этот навык. Чем не увидеть... Чем увидеть... Дайте еще раз. Лучше увидеть в естественном сверхъестественное, чем в сверхъестественном увидеть естественное. Нет. Мы говорим о сверхъестественном просто в контексте того, что мы привыкли что-то называть естественным. Например, землю. Давайте еще один пример приведу. Еще раз мы говорим это. Никакой банк ничего просто так тебе не списывает. Все доброе, что приходит, должно восприниматься как, о, я увидел вечную силу и божество. Я увидел. Это сразу мозг, что, для чего это надо? Перепрошивает мозг на восприятие небесной силы в своей жизни. Когда ты начинаешь видеть во всем вечную силу и божество. Сейчас я скажу этот закон, ради которого вообще сегодня речь поднялась. Этот закон называется так. Что было в начале, то и будет в конце. Мудрый Соломон, мы думаем, что он в депрессии ничего хорошего не говорил. Но, мудрый Соломон сказал такую фразу. Что было, то и будет. Нового ничего нет. По сути, новое, друзья мои, это то, что уже было. Если ты хочешь нового, тебе нужно посмотреть в начало. В самое начало. Помните, когда к Иисусу пришли, говорит. Тут надо нам разобраться в вопросе замужества, женись бы, так там. Вот развод. Он говорит, развод. Давайте вернемся в начало. В начале брак был сверхъестественным. Сам Бог соединил Адама с Евой. Понимаете? Брак это сверхъестественно. По-человечески в этом фраза звучит так. Тот человек да не разлучает. Что Бог сочетал. То есть, он указывает не на как сделать. Он говорит, вы понимаете, что за всем этим стоит сверхъестественное, изначальное. Замысел Бога. Ну, знаете, вот это супружество. Это мы рассмотрим еще в личном портале счастья. Портале личного счастья. Но сейчас я говорю вам принцип, Иисус возвращает в начало. Теперь, естественная земля. Скажите, земля это естественно или сверхъестественно? Вы уже начинаете догадываться и говорите, да, земля это сверхъестественно. А почему же мы к ней относимся естественным образом? Для того, чтобы она ничего сверхъестественного, небесного нам не давала. Мы так заряжены. На нас натянули этот колпак, называемый, есть естественно, есть сверхъестественно. Когда люди потеряли связь с божественным, они начали называть небесную силу чудом, а все, что они видят глазами, называют естественной природой, как угодно. Но, возвращаю вас в начало. Представьте себя сейчас находящимся в бытии, не в бытии, которое вы в Библии читаете, а в бытии вечном, где Отец решает творить землю и небо, то есть всю Вселенную словом, духом у своих. Что там написано о сынах Божьих? Они написано, веселились от радости, восклицая, глядя на этот процесс. Внимание! Сверхъестественные сыны Божьи, которые никогда не жили на земле. Это, кстати, мы с вами. Мы веселились, глядя на землю и говорили, она новая. Это новая земля, новая. Теперь, когда мы живем на этой земле, мы, те, кто веселился и говорили, что это новая земля, называем ее старой. И знаете, что написано? Петр говорит, мы же ожидаем нового неба и новой земли. Халилюя! Так чего же мы ждем? Что было, то и будет. Наше восприятие земли должно быть, как земля новая. То, что Иоанн говорит, и увидел я новую землю. Вот. Вот так мы должны смотреть на землю. Друзья мои, она новая. Ничего не изменилось. Вот эта планета, она новая. Она всегда будет новой. До тех пор, пока будут такие, как мы с вами, которые знают, что новая в конце, это новая в начале. Я не хочу перемудрить и вас запутать, друзья мои. Но, по сути дела говоря, слава этой новой земли, от которой мы восклицали, когда ее творил Отец, она просто, это слава, это та же самая слава, которой Бог, Отец наш, прославит эту землю. Очевидным образом, при всех. Что за новая концепция? Иисус говорит, прослав меня той славой, которую я имел у тебя прежде сотворения земли, здесь, Отче, ныне. С землей будет точно так же, и уже это происходит. Сын Божий стоит и говорит, Отец, новое небо, пускай у этой земли будет та же слава, которая была у нее в начале. Все восклицали от радости. Между прочим, заглядывая за, что называется, завису, которой нет, вы можете увидеть, они по сей день восклицают от радости. Славы полна вся земля, славы полна вся земля. Для них ничего не изменилось. Для кого изменилось? Изменилось для оглупевших людей. Они начали говорить, та земля, она проклята там. Так это ж Бог сказал, проклята земля за тебя. Да, буквально эти слова значат, проклята земля для тебя. Для тебя она произрастит вот то и то. Для тебя. Мы говорили в самом, да, на открытии курса. Не для меня. Я не отдам. Она не для меня это будет рада. Для меня она все будет хорошее делать. Мы, наверное, сделаем когда-нибудь школу про землю. Я так люблю землю, друзья мои. Мы с Олечкой стали так нежны к земле. Мы узнаем трансляции. С нами говорят деревья. Но это отдельная тема. Это не шизофрения, поверьте. Земля целует наши ноги. Вау. Это новая земля. Земля целует наши ноги. Халилюя. И, ну, это мы потом поговорим. И теперь я уже заканчиваю, друзья мои. Итак, новое. Есть такое выражение. Новое это хорошо забытое старое. Даже мир это понял. Что было, то и будет. Новая слава Иисуса, это и слава, которой он был прославлен в начале. Теперь, какое это отношение к процветанию имеет? Очень простое. Ты хочешь новой славы в деньгах? Тебе нужно понять, что эта слава в деньгах, которую ты хочешь, в финансах, она является сейчас в твоей жизни в том, что есть у тебя уже. Это означает, что все доброе, что меня сейчас окружает, малейшее доброе, имеет сверхъестественное происхождение. То небесное, которого ты так хочешь, чтобы оно проявилось больше. Вот это и есть переход из славы в славу. Тебе нужно понять, что все доброе, оно произошло в твоей жизни из славы. И только это переводит тебя в новую славу. Только это даст тебе больше денег. Поэтому сегодня, когда ты смотришь на свои копейки в кошельке, я тебе скажу маленький секрет. Будь как ребенок. Вот достань их, посмотри на них, скажи, вау, это же реально небесное происхождение. Это небесное происхождение. Потому что доброе, доброе, даже то малое, что есть у тебя, имеет сверхъестественное, божественное происхождение отцовской заботы о тебе. И это вызывает, должно вызвать в тебе чувство умиления. Даже если это сегодня мало, должно вызвать в тебе чувство умиления. И в то же время, не просто, знаешь, как плакать над этими, там, уху, папа, ты так обо мне позаботился. Это такая же штука, которая, вот знаете, сегодня я умиляюсь, когда у меня исцеляется на служении, там, чей-то колено, позвоночник. Да, там, это может быть, не голова приросла на место, и не рука отсутствующая выросла, и не глазницы, глаза появились. Но сегодня я понимаю, что новая слава в моем служении зависит от того, вижу ли я и благодарен ли я, ну, как бы, даже не столько в благодарности сейчас дело, а в умении, в навыке разума, в нейродизайне мозга видеть славное в малом. Видеть, что начало – это тот же конец, который проявится у тебя, только с большей силой. Сыны Божьи как восклицали от радости, глядя на землю, так и восклицают. И кто-то может спросить, и что, они смотрят на войну в Украине, например, да, и они восклицают от радости? Дело в том, что, друзья мои, если они перестанут восклицаться от радости, давайте вот так условно скажем, конец вообще будет в земле. Они транслируют славу в надежде, что мы это услышим и увидим рядом с ними, в облаке свидетелей. Это мощно вообще. Почему я сегодня говорю об этом? Я хочу, чтобы вы погружались в это созерцание, видели это. Итак, про деньги. Осмотри свой дом. Прекрасный дом, произошедший с небес, сверхъестественным. О, у меня тут полы скрипят, это общага, это все там. Друг мой, ты мог жить в коробке на улице, как живут миллионы людей. Твои дети могли бы лежать и умирать где-то от голода, от холода, от жары, от пекла, еще от чего-то. Как Павел и говорит, там, изобилие, скудость, но главное быть довольным. Ну, как быть довольным? Есть способ. Я сегодня тебе говорю. Нейродизайн твоего мозга должен уметь качать сверхъестественную информацию из всего видимого. Я тренируюсь в этом постоянно. Я даже все время смотрю на исток чего-то произошедшего, иногда даже по-человечески. Я рассказывал об этом. Мы идем с Олей, иногда видим мосты, стадионы, красивые здания. Я говорю, вот представь. Однажды это было мыслью одного человека. И мне нравится так думать, потому что, когда я смотрю на скалы, горы, моря, почему я обожаю природу. Я думаю, вау, это было когда-то просто мыслью отца. И он выдохнул ее и стало так. Человек двинулся в этом и своими руками создал. Включил процессы, подключил тысячи людей, строителей, финансирование. То есть, этим двигала огромная мысль, видение. И сегодня я думаю, как они научились это делать? Они научились просто ценить внутри себя мысль. И сегодня я ценю, когда вижу диван, я ценю мысль, которая его когда-то родила. Я смотрю в исток, думаю, был человек, который просто сидел и придумывал диван. Он придумал эту майку. Он придумал там еще что-то, знаете, мой телефон. Но больше всего меня восторгает то, что придумал отец. Я поэтому сегодня, друзья мои, когда есть что-то материальное в моей жизни, я говорю, вау, сверхъестественная трансляция славы делает так, что у меня появляется это или это. И эта мысль, которая накрывала помазанием нищих, когда Иисус посреди них появлялся, они начинали благовествовать. Вдруг они даже в своих крохах видели сверхъестественное. И знаете, что это означало? Это означало, что будет больше. Потому что, когда ты увидел начало Земли и говорил, Земля сверхъестественная, она славная, она умеет выбирать на себе людей, которым она хочет помогать. Земля имеет такой интеллект, космический интеллект. Она может выбирать себе любимчиков. Я еще вам скажу за это. Вот я, например, такой любимчик. И, конечно же, друзья, когда ты имеешь такое мышление, вот как Иаков, он говорит, всякое даяние благое, всякое, это значит всякое, маленькое, большое, среднее, там, знаешь, имеет сверхъестественное происхождение. И когда в твоей руке лежат копейки, факт не в номинале, а факт в том, что в твоей руке лежит сверхъестественная забота отца. Вот это круто. Знаешь, это тот момент, когда ты получаешь деньги, но тебя радуют не деньги, а сверхъестественность момента. Вау! У меня был такой пример. Я когда-то шел мимо банкомата, у меня не было денег. И так случилось, что в тот месяц я забыл, что мне нужно платить за два месяца аренды на квартиру. Я думал, что у меня еще месяц в запасе, и думал, там деньги появятся. И вдруг звонит хозяйка и говорит, почему вы не платите? Я такой, так в следующем месяце. Она говорит, как в следующем месяце? И, короче, напомнила мне, я понял, что я должен за два месяца прямо сегодня. И она такая, ну требуется, она говорит, мне надо, и все. Я такой, растерялся. Иду по улице, ну прям вышел со своей работы. Голова такая там была от работы, от всего этого. Иду и слышу, как нежно, так дух супер говорит, воткни карточку в банкомат. Я отмахнулся такой, думаю, ну, а я отмахнулся, потому что знаю, на 100% там ничего нет. Не просто нет, а нет уже много дней. И поскольку я работал на государственной работе, это не так, как сейчас, что может что-то прийти, ничего не придет. Я и мыслил, вот государственными категориями, не может до 15-го числа ничего прийти. Ниоткуда. И в те дни не было такого, что люди пересылали с карты на карту, ни приложений, ни в телевоморку. То есть на этой карточке могла быть только зарплата. И все. Я, знаете, вот еще раз услышал. И третий раз услышал, обернулся, банкомат уже за спиной остался. И я думаю, ну, просто, чтобы, знаешь, мозги освободить от этой навязчивой идеи, пойду, посмотрю. Ну, вот как эти, рыбу, да. Ну, просто по слову твоему я кину, ну, ты увидишь, что ничего не будет. И я втыкаю, друзья мои, эту карточку. Это не так, как сейчас еще раз говорю, что мы тут друг другу что-то вечно посылаем. Никто тогда такого не делал. Втыкаю карточку, и там сумма. Как сейчас помню, это было 300, то ли тысяч, то ли рублей, там, не помню, что-то в Беларуси тогда было. И я, знаете, как вот, фактически, я вам просто созерцательно. Я вынул карточку, ничего не снимал, и снова воткнул. Вынул, воткнул. Следующая мысль, которая мне начала приходить, что я, как будто это по ошибке мне что-то бухгалтерия начислила. Если я сейчас сниму, меня потом обвинят, что я воспользовался чьей-то ошибкой. Представляете, вот религиозная вот эта честность, так называемая. Хотелось пойти в бухгалтерию, что-то выяснять. Вынул, достал, короче, вставил, вот так вот карточку эту погонял. И потом думаю, ну ладно, посмотрим. Короче, закончилось тем, что я рассчитался, послал. Я так и не знаю, откуда до сих пор эти деньги взялись. Учения тогда такого не было. А наоборот, если бы я тогда рассказал это, мне бы там и по стара даже придумали тысячу раз, откуда эти деньги. И сказали, не обольщайся и все. Поэтому, конечно, я никому ничего не сказал. Десятину с них не заплатил. И просто рассчитался за квартиру. Иду по улице и радуюсь. Потом мои естественные, что называется, мысли, они были такие. Они такие, ну ты рассчитался за квартиру, и что ты поимел с этого? И вдруг я сам себе говорю, прямо вот слух говорю. Я говорю, да не в деньгах дело. Дело в том, что я сейчас слышал голос отца. Лично он ко мне проговорил. Сверхъестественно дал денег вот таким явным образом, что меня не деньги сейчас радуют. Это то, что ухо мое способно слышать его голос. И этот сверхъестественный момент, друзья, он должен сопровождаться. Я не разбогател от этих 300 там чего-то, единиц. Я разбогател внутри, что я могу решать с отцом эти вопросы. Вот так. И слышу его голос. Вот это для меня сегодня богатство. Он может просто, этот голос, он может тебя привести к любому золоту. Этот голос, он может, знаешь как. Поэтому тренируйся слышать эту трансляцию, когда ты смотришь на свои копейки и говоришь, вау, сверхъестественные деньги в моих руках. Карточка сверхъестественная. Знаешь, у миллионов людей в мире никакой карточки нет вообще. И никто туда никогда ничего не присылает, не зачисляет. Ни работа, ни не работа. Они бы и рады работать, никто не дает им. Поэтому сегодня все это благое, это сверхъестественное. Земля естественная была сверхъестественной в начале в глазах сынов небес. И осталась ей по сей день такой же сверхъестественной. И новая земля, и новое небо, это возвращение отношения к этой земле. Вот таким образом. Ко всему хорошему, что там происходит. Поэтому, дорогие друзья, вот это то, что я хотел сказать. Это то, что поможет сделать тебе свое сознание восприимчивым к вечной силе и божеству, которое окружает тебя буквально повсюду. Стоит только рассмотреть творение в этом контексте. И без этого не обойтись. Соломон начал с этого свое царство. Он говорит, я не просто царь земного царя. Я царь, точнее я сын того царя, которого сверхъестественно с неба поставил Бог. И с этим Богом я хочу разговаривать, а не с советниками, которые меня окружают. Я с этим Богом, я тоже хочу, чтобы сверхъестественно было в моем царстве. И он был услышан. Поэтому все, что с тобой происходит, мой друг, это сверхъестественно. Или правильно говорить. Давайте уйдем от слова сверхъестественно. Я говорю это только в силу нашего, чтобы поняли. Все происходит в контексте вечной силы и божества, окружающей тебя и направленной, чтобы ты состоялся как царь. Халлилуйя. И теперь, друзья, я хочу опять предложить вам посмотреть отрывок из нашей питерской конференции. В принципе, все, что нужно было, я сказал, но это будет классным бонусом к этому уроку. Сейчас я хочу помолиться за твои мозги. Еще раз. Точно такой же молитвы. Положи руки на свою голову и скажи, мой разум – это сверхъестественный престол Бога. Я помазан видеть небесную силу, вечную силу и божество во всем, что меня окружает. Славы полна вся моя новая земля. Мои глаза видят царя и воспринимаю все приходящее, доброе и совершенное в мою жизнь, как от отца всех измерений моего отца. Сейчас просто держи руки на своей голове. Твои руки – это мои руки. Я молюсь лично за тебя сейчас, лично я, лично возлагаю руки на твою голову. Мы как члены одного тела, да, как одно тело. Твои руки – это мои руки. Можешь чувствовать сейчас, как в руках жар подымается. Отец, я благодарю тебя, что елей помазание радости прямо сейчас наполняет сознание. Глаза видят в естественном, сверхъестественное, безоговорочно, в любой мелочи, в любой детали. Что было славным, то и будет славным. Слава, которую мы имели, всегда у тебя. Мы имеем ее сегодня и переходим из славы в славу. Благодарю тебя за это помазание, которое сейчас могущественно изливается на разум. Мудрость приходит, полнота приходит. Зрение царя, который разгоняет все злое глазами, проявляется в жизни. Во имя Иисуса. Спасибо тебе, Отец. Аминь. Добро пожаловать, посмотреть, подсмотреть за нами на нашей питерской конференции. И готовимся к утру на престоле. Мои дорогие друзья, готовимся к созерцательной встрече с нашим отцом, как с владыкой. Пока. Мы нищие, и многих обогащаем, это наша власть. Мы нищие, мы себя называем не потому, что у нас ничего нет, а потому, что мы сделали дистанцию, мы отрешились, мы сказали, да это все ерунда. Управление номер один. Ты поставлен на управление. Поставлен как сын, на котором мы поставили печать на лбу. Раздавать хлеб жизни. Это сын, который не говорит, дай мне козленка. Сын, который раздает этих козлят. Назначает урочное, служанкам. Меру хлеба выделяет. Мне не нужен миллион долларов, мне нужен миллион возможностей. Процветание! Не здесь! Процветание! Здесь! Я хочу, чтобы ты знал, единственная цель у отца в твоем процветании явить избрание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!